МИР МАТИЗОВ Канал, на котором мы ремонтируем Део Матис, а также много рассказываем о его устройстве. И вот по этой вот черно-зеленой коробочке вы, вероятно, догадались, что сегодняшний ролик займет у вас, ну, наверное, час просмотра как минимум. Сегодня мы меняем сцепление на автомобиле Део Матис 2012 года выпуска с объемом двигателя 0.8. Есть некоторые различия для автомобилей до и после 8 года выпуска, но они несущественны. Надеюсь, те, у кого трамблер, то есть автомобиль до 2008 года, смогут разобраться самостоятельно, в чем и как там незначительные, очень незначительные отличия. На литровом Део Матис сцепление, в принципе, меняется аналогично. Других размеров и формы колокол коробки, другое немного устройство, другой размер, размер самого механизма сцепления, корзины, диска. Но это не принципиально, потому что порядок действий примерно один и тот же на всех Део Матис. Повторяю, я показываю на нашем уважаемом бродяге. Это 2012 год, это объем двигателя 0.8. Таких автомобилей после 2008 года сейчас большинство. Пара слов о бренде. Что за сцепление, почему мы его ставим. Для начала рекомендую всем посмотреть предыдущее видео, где я давал вообще обзор бренда Триали, да, продуктов. И эта замена, эта установка сцепления, это продолжение нашего тестирования, да, тестирования запчастей Триали на бродяге, как на испытательной лаборатории для ежедневного использования. В этой связи мы устанавливаем сцепление Триали. Комплект вы все, в принципе, видели. То есть, выжимной подшипник, крепеж по болтам, корзина и диск сцепления. Вот такой центратор есть в комплекте. Ну, впрочем, в предыдущем видео я все это говорил. Ну и, наконец, предупреждение. Ребята, достаточно серьезное предупреждение. Сегодня я, скажем так, как никогда глубоко загляну в богатый внутренний мир бродяги. Замена сцепления является очень серьезной операцией. Дальше нее в техническом отношении идет, ну, наверное, только капитальный ремонт двигателя. В этой связи я прошу всех внимательно отнестись ко всему, что я покажу. Я прошу перед заменой сцепления убедиться, что у вас хватает компетенции, необходимого инструмента, знаний, опыта. Вот, потому что я не хотел бы, чтобы вы брались за заведомо сложную работу для профессионального автомеханика и потом косячили. А в ролике и в видео это получалось так просто и здорово. И перед тем, как приступать к замене сцепления, тем более своими силами, тем более, если вы не имели опыта замены, ну, хотя бы на дедушкиной трешке или папиной шестерке, или хотя бы дядиной девятке, я призываю вас, ребята, ну, классически подумать. Да, то есть подумать, освоите ли вы, потянете ли вы такую сложную операцию. Нужен и специальный инструмент, нужен подъемник. Нужен, ну, опыт. Самый главный опыт. Есть очень много тонкостей. И при всем желании, если бы я начал о каждой здесь рассказывать, этот ролик бы получился часа на четыре. Ну, вот, поэтому будьте внимательны, будьте внимательны. Ну, а если вы силы в себе чувствуете, можете посмотреть это видео и приступать. Для всех остальных, мои подъемники, мои мастера, наш инструмент, запасные части, все это ждет вас в мире матизов, заменим в лучшем виде. Благо, сцепление меняем много, каждый день по несколько штук. Приступаем. Существует несколько способов замены сцепления. Скажем так, они могут различаться в зависимости от сервиса, в зависимости от настроения и уровня мастера. Я сегодня буду показывать замену сцепления по нашему способу. По способу, который мы освоили и разработали, по сути, в мире матизов. Мне не жалко с вами поделиться. Ситуация в том, что во многочисленных книгах написаны необходимость слить охлаждающую жидкость, снять оба привода. Мы бессмысленных вещей предпочитаем не делать. Немножко по процедуре. Освобождаем все агрегаты сверху, располовиниваем коробку от двигателя сверху, поднимаем автомобиль, выдергиваем левую полуось, разваливаем кулак, сливаем масло перед этим из трансмиссии и освобождаем все снизу. Отсоединяем коробку. При этом правый привод остается на месте. Этот способ требует определенных навыков, но он достаточно эффективен по времени. При том, что согласно нормативу УЗДЭУ, замена сцепления требует, если я не ошибаюсь, 3,5 норма часа. Рекорд нашей станции это час 25. Можете оценить сами. Кроме этого, я буду менять вместе со сцеплением. Обязательно буду менять задний сальник коленвала, для чего буду снимать маховик. Я вместе со сцеплением обязательно буду менять вилку переключения механизма. Я говорил об этом, рассказывал в видео про то, что рекомендую менять вместе со сцеплением, потому что вилка прирабатывается уже. Может быть, я заменю трос сцепления, либо сделаю это в отдельном видео. В любом случае, в мой процесс будут входить не только корзина, дисковый выжимной подшипник. Это, в принципе, неправильно. Но некоторые комментарии я дам по ходу пьесы. Ну и, конечно же, я установлю вот этот собранный в сборе привод из наружного внешнего шрусов Триали, который готовил для вас и для бродяги в предыдущем видео. Это тоже часть теста. Тоже будем безбожно гонять. И будем смотреть, как эти запчасти себя поведут. Я работаю для моих подписчиков. Я делюсь объективной информацией. Только то, в чем уверен сам. Вот хватит на этом прелюдий. Потихоньку приступаем. Ну, в основном будут вас ждать в этом видео крупные планы. Мы будем снимать прям по элементам, как что и делаем. А я буду голосом что-то пояснять. На меня вы, наверное, насмотрелись. Ну, а на Матис насмотрелся я. Снимаем корпус воздушного фильтра в сборе. Для этого ослабляем хомут, который крепит гофрированный шланг к дросселю. И отворачиваем три винта, крепящих воздухозаборник и корпус воздушного фильтра. Отсоединяем шланг рециркуляции картерных газов. И снимаем корпус воздушного фильтра в сборе. Обратите внимание, что для автомобилей до 2008 года необходимо отсоединить разъем температуры поступающего воздуха, который находится вот здесь под гофрированным шлангом. В этой конфигурации этот датчик находится на впускном коллекторе. Для удобства отсоединяем клеммы аккумулятора и снимаем аккумуляторную батарею. Специально для вас, мои дорогие подписчики, я снимаю площадку аккумуляторной батареи. Обычно этого не требуется, но оператор сможет лучше показать работу с мелкими элементами. И вам будет нагляднее. Отсоединяем все датчики, которые крепятся к кронштейну на коробке переключения передач. Включение заднего хода. Датчик положения коленвала. Разъем датчика кислорода номер один. И разъем второго кислородного датчика. Головкой на 12 отворачиваем сам кронштейн от коробки переключения передач. Весь мелкий крепеж я рекомендую вворачивать обратно в те места, из которых вы его извлекли. Это поможет его не потерять. Кронштейн вместе с разъемами удобно поднять вверх, чтобы он не мешался, когда коробку будут снимать и устанавливать. Головкой на 12 отворачиваем кронштейн по трубке системы охлаждения. В том месте, где он крепится к колоколу КПП. Отсоединяем троса отбора переключения передач. Для этого снимаем фиксаторы, которые крепят троса к кронштейну. Извлекаем шплинты, которые фиксируют наконечники тросов отбора переключения передач на рычагах отбора переключения передач. Снимаем наконечники тросов с осей рычагов и выводим троса из кронштейна. Отсоединяем клипсу, которая фиксирует косу проводов, к кронштейну под рычагами отбора переключения передач. Отворачиваем болт, который крепит минусовую клемму к коробке переключения передач. Головка на 12. Под кронштейном тросов к коробке переключения передач находятся два болта и одна гайка. Все так же на 12. Их необходимо отвернуть. Итак, отсоединены все элементы, которые открывают доступ к коробке переключения передач. Теперь нам необходимо сорвать верхний передний болт на 14, который крепит коробку к самому двигателю. И спереди сорвать нижний передний болт. Вот он здесь находится за датчиком положения распредвала. Берем небольшой вороток на одну-вторую, головку на 14. Заводим под косу и под патрубок охлаждения. Нащупываем задний верхний болт и отворачиваем его. Ну, все так. И извлекаем задний верхний болт. Обратите внимание, что болты по длине разные. Задний болт немного длиннее. На этом работы сверху автомобиля закончены. Наша задача теперь извлечь шрус, извлечь полуось. Для этого переходим к левому переднему колесу. Снимаем переднее левое колесо. Зачищаем гайки, которыми поворотный кулак крепится к амортизационной стойке. Развальцовываем ступичную гайку. Проливаем гайку проникающей смазкой. И отворачиваем ее. Удерживая болт накидным ключом на 17, отворачиваем гайку. Выводим болты. Выводим сам кулак из кронштейна на амортизационной стойке. Крепеж рекомендую хранить в собранном виде. Отведя кулак в сторону, выводим наружный шрус из поворотного кулака. Возвращаем кулак обратно в кронштейн на амортизационной стойке, для того, чтобы шланг не был натянут. На этом работы на уровне колеса автомобиля закончены. Переходим вниз. Что предстоит сделать внизу? Моя задача снять защиту коробки. Моя задача вывести левый привод из коробки и удалить его, но перед этим слить масло. На канале есть подробное видео по замене масла в механической коробке переключения передач. Ссылки приведу под видео. Рекомендую его к просмотру. Важный момент. При замене сцепления масло сливается. И вы можете, если у вас свежее масло хорошее, слить его в чистую емкость, как я и сделаю, потому что у бродяги совсем свежее масло залито. Буквально там 10 тысяч не прошло, как я ему менял масло. Так что замена сцепления хороший повод для того, чтобы заменить масло в механической коробке переключения передач. Просто сольете масло в маслоприемник, а когда коробку установите на место, зальете свежее. И вот какая картина, братцы, меня ожидает с нашим тросом сцепления. Пыльник разорвался. Трос уже сухой. Местами корродирующий. Вы знаете, я подумаю насчет следующего. Конечно, сейчас на складе сколько там, Кость? Шесть или восемь тросов по остаткам есть. Есть. То есть мне дотянуться рукой и, соответственно, просто заменить этот трос. Ну, я знаю, это умею, это увеличит ровно на 10 минут наши трудозатраты. Тем более, что при снятой коробке делать это очень удобно и просто. Но! Не забывайте, друзья, что бродиага – это ходячий эксперимент. Поэтому сейчас вот эту неисправность фиксируем. Видим, что здесь изорван пыльник. Отмечаю это отдельно в заказ наряде. И будем смотреть, сколько такой трос проходит, как скоро он навернется. Просто интересно, просто в рамках эксперимента. Ну, а моя задача теперь – освободить трос, отвернуть фиксирующую гайку. Здесь гайка на 10. Фиксируем трос клещами и отворачиваем гайку. Вынимаем трос из фиксатора и из кронштейна, которым он крепится к коробке переключения передач. Если трос изношен, необходимо заменить. Одеваем фиксирующую втулку и гайку обратно на трос. Фиксируем, чтобы не потерять. Трос очень удобно поместить вот в это отверстие на кузове. Так он не будет мешать при работе и в то же время не потеряется. Все. Головкой на 24 отворачиваем заливную пробку коробки переключения передач. Завернув на несколько оборотов, оставляем для того, чтобы свободно проходил воздух внутрь картера. Четырехгранником отворачиваем сливную пробку. И сливаем масло. В моем случае в чистую емкость. А если масло подлежит замене, то в обычный маслосборник. Мы специально отвернули заливную пробку, чтобы не хлюпало масло. Оно сливается ровной, хорошей струей. Пока масло сливается, очищаем сливную пробку от металлических частиц, которые задерживает встроенный магнит. Извлекаем левый привод. Для этого аккуратно заводим монтажку между корпусом привода и коробкой переключения передач. Вот таким образом выводим привод. И извлекаем его из коробки. Как уже говорил, при сборке я поставлю наш тестовый привод, который я собрал в предыдущей серии. И будем смотреть, как поведут себя в тяжелых условиях эксплуатации бродяги. За тяжелые условия отвечаю лично я. Посмотрим, как поведут себя шрусы Триали. Ну а вам рекомендую внимательно осмотреть пыльники на наличие трещин, разрывов, утечек смазки, на наличие различных механических повреждений. Это хороший повод для того, чтобы внимательно осмотреть привод. Заворачиваем обратно заливную пробку. И надежно ее фиксируем. Больше она откручиваться не будет. Аналогичным образом выводим из зацепления стопорным кольцом и правый внутренний шрус. За счет того, что шрус ходит в продольной оси, мы можем снять фиксацию и оставить его просто вот в таком положении. Рядом с заливной пробкой находится болт, который фиксирует кронштейн косы к самой коробке. Болт на 12, отворачиваем. Извлекаем болт, отводим кронштейн в сторону и тут же заворачиваем болт обратно, чтобы не потерять. Отсоединяем разъем датчика скорости, который на автомобилях до 2008 года попросту отсутствует. И отворачиваем датчик скорости от самого механизма. Крайне аккуратно, провода нежные, можно легко повредить. Снимаем датчик, отводим в сторону. Отвернув центральный болт с гайкой, которая крепит кронштейн тросов отбора переключения передач, снимаем сам кронштейн. Снимаем продольную тягу. Для этого отворачиваем один болт на 10, срываем гайку на 12 и отворачиваем два болта на 12. И это очень хороший повод, друзья, осмотреть нашу полиуретановую втулку. Вот она втулочка, была смазана смазкой. Конечно, она прошла немного, она прошла тысячи четыре, по-моему. Но сами видите, никаких повреждений на ней нет. Продолжаем. Отворачиваем два небольших болта на 10, которые крепят так называемый полумесяц. Это кожух, который прикрывает картер от попадания грязи и пыли. Под стартером находится еще одна гайка на 14, которая фиксирует коробку к двигателю. Срываем ее. И отворачиваем трещоткой. Подпираем коробку самой обычной трансмиссионной стойкой. Теперь коробка не зафиксирована на двигателе. Она держится только на направляющих и на вот этой вот подушке КПП, вот на этом кронштейне. Подпираем стойкой. Головкой на 14 срываем два болта, я их уже сорвал, и отворачиваем два болта подушки крепления КПП. Извлекаем оба болта крепления подушки. Теперь моя задача постепенно ослабляя давление в трансмиссионной стойке, подать коробку влево по ходу движения автомобиля, чтобы направляющие вышли из соединения с двигателем. А сама коробка ушла вниз. Будет немного препятствовать стабилизатор. Я буду выводить коробку сначала сюда и потом вниз. Ну, а ставить в обратной последовательности. Из особенностей, друзья, призываю соблюдать технику безопасности. Если вы не обладаете крепкими габаритами, рекомендую выполнять работу с помощником. Агрегат достаточно тяжелый. Вот, ну, потихоньку приступаем. Ну, что ж, вот таким вот образом наша коробочка уходит вниз. Старайтесь, чтобы она не цеплялась за косу, за патрубки системы охлаждения. Вот у меня в руках механическая КПП Деуматис. Сейчас мы ее внимательно осмотрим. Заменим вилку, заменим выжимной подшипник. Вас же приглашаю осмотреть механизм сцепления. Вот он. Он прошел, он ровно 50 тысяч километров. С учетом того, что я достаточно аккуратный водитель, вот, выработка по лепесткам небольшая, никаких предпосылок, как таковых, к замене сцепления не было. Ну, чтобы там был гул, скрежет, что-то еще. Ну, что ж, первым делом после снятия коробки я рекомендую сделать следующую вещь. Внимательно осмотрите корпус коробки, так называемый колокол, и убедитесь, что на месте находятся две больших направляющих, не остались в двигателе, не выпали на пол нигде, да? И что есть в наличии две направляющих стартера. Вот у меня одна осталась в коробке, вторая достаточно плотно, вот из этого гнезда, сидит в стартере. Вот подсвети, Кость. Вот вторая сидит в стартере. Правилом хорошего тона является направляющие извлечь, чуть-чуть деформировать, сплющить, и забить в места именно в коробку, где они должны сидеть. Но у меня в стартере сидит плотно, она оттуда никак не вывалится. Три направляющих в коробке я тоже проверил, они тоже никак не вывалятся, что важно. Вот если одна из этих направляющих попадет внутрь коробки и будет находиться там, где движется сцепление. Первое. Стартер, скорее всего, не будет работать, если это будет втулка стартера. Коробка будет слегка перекошена относительно двигателя, в этом тоже ничего хорошего. Ну и самое плохое, что втулка со временем просто разобьет коробку. У меня на канале в рубрике «Нарочно не придумаешь» есть подробное видео на эту тему. Можете посмотреть, там есть наглядный пример, что происходит в этом случае. Теперь необходимо взять монтажку с плоским концом, либо широкую шлицевую отвертку. И нужно зафиксировать за венец маховика, зафиксировать сам маховик. Вот таким вот образом упираем монтажку. Лучше всего сделать это с помощником. Я как бы намекаю Константину. И я могу по очереди сорвать все шесть болтов, которые фиксирует маховик. Вот у меня в руках корзина и диск сцепления. Походившие, достаточно изношенные, с остатками феррадовок немножечко крошатся. Но в общем целом еще полностью живое сцепление. Оно бы совершенно спокойно прошло еще тысяч двадцать-тридцать. Но, как говорится, чего не делаешь ради своих подписчиков. Поэтому сцепу меняем досрочно и устанавливаем тестовое сцепление. Мы имеем также шесть болтов, которые крепят маховик к хвостовику коленвала. Моя задача сегодня в том числе сменить вот этот подшипник первичного вала. Он тоже изношенный, уже прошел пятьдесят тысяч. И сменить сальник. Точно так же зафиксировав монтажкой через венец маховика, срываем вот эти шесть болтов самой обычной головкой на четырнадцать. Отворачиваем, не теряем, болт редкий. И снимаем сам маховик. Обратите внимание, вот на маховике есть штифт. И вот ответное место в хвостовике коленвала. Дело в том, что многие особо талантливые умудряются этот штифт потерять, выбить, иным образом пролюбить. И потом поставить маховик со смещением. Наоборот, это очень грубая ошибка, потому что вот по этому венцу ориентируется, вот по этому месту ориентируется датчик положения коленвала. И именно вот эта гребенка на маховике передает датчику эти данные. Поэтому ни в коем случае не теряйте этот штифт, а если потеряли, то ставьте маховик так, как он был снят. Сам маховик походивший, но в целом живой. Внимательно осматриваем сальник. Мы видим, что никаких потеков масла нет. Сальник абсолютно сухой. Чуть-чуть какая-то роса, скажем так, от масла есть, но не более того. Тем не менее, друзья, в любом случае сальник я буду менять. И объясню почему. Вот смотрите. Сейчас я установлю новое сцепление. Этому сальнику вместе с новым сцеплением предстоит пройти еще 1080. А может быть даже 100. К этому времени сальнику уже 5 лет. 5 лет он служит с перепадами климата, со всеми неприятностями, сложностями, трудностями. Конечно, сейчас он не течет. Это хорошо. Но я даю гарантию, что в течение года, двух, трех лет, одним словом, в течение срока службы сцепления, скорее всего, с большой долей вероятности, этот сальник потечет. Поэтому я меняю его в превентивных мерах. Если сальник потечет, забросает сцепление маслом, сцепление выйдет из строя, масло будет уходить из двигателя, так или иначе придется снова проделать всю эту работу, придется снова заменить сцепление, пойти на такие же затраты владельцу. Ну, в данном случае мне, в вашем случае вам. Поэтому превентивно в мире матизов мы всегда меняем и сальник, и мы всегда меняем подшипник первичного вала в маховике. Этим и займемся. Извлечь сальник можно несколькими способами. Народные средства, издательства, различные книжки советуют ввернуть саморезы, вот если он никак не выходит. Аккуратно ввернуть саморезы и за саморезы вытащить. Я же использую простой крючок, сделанный из старой отвертки, пришедшей в негодность. Я извлекаю сальник. Я завожу его так, чтобы не повредить ни в коем случае коленвал, и ни в коем случае не повредить посадочную поверхность из алюминия. Вот, собственно, завожу и вот так извлекаю. Сальник наш убежал. Но ничего страшного в этом нет. Вот он. Как сами видите, изнутри залит маслом. Снаружи абсолютно целый сухой. Теперь мы берем чистую ветошь. Просто насухо, несколько раз. Чистой ветощью. Аккуратненько вот так наматываем, чтобы не повредить и не поцарапать. И вот так по кругу протираем посадочное отверстие. Сейчас будем устанавливать сюда новый сальник. Вот теперь важный момент. Теперь те самые мелочи, которые отличают профессионалов от непрофессионалов. А при установке сальников мы обязательно вклеиваем их на специальный высокотемпературный герметик. Здесь много мелочей. Кратко пробегусь, только кратко пробегусь. Ну, во-первых, герметик должен быть хорошим, дорогим. Вот это Виктор Рейнс. Смело могу рекомендовать. До плюс 300 градусов высокотемпературный герметик. Важно другое. Важно, что, во-первых, это современный герметик, который безопасен для лямбдозондов и катализаторов. Дело в том, что растворители, входящие в состав старых герметиков, убивают и лямбдозонды, и катализаторы. Но поскольку через масло попадают в систему рециркуляции выхлопных газов и убивают. Данный герметик безопасен для катализаторов и для лямбдозондов. Это первый момент. Момент второй. Герметик мы наносим для того, чтобы если вдруг при выходе из строя системы вентиляции картера избыточное давление, которое образуется внутри двигателя, не выдавило этот сальник. Опять же, в превентивных целях. Но представьте себе, сколько хлопот доставит, если через 10 тысяч этот сальник выдавит. Просто замерз свисток. Замерз клапан рециркуляции вентиляции картерных газов. Поэтому, вклеивая сальники на герметик, вы уберегаете себя от дорогостоящего ремонта. Вернее, вклеивая сальники на герметик, мы уберегаем вас от дорогостоящего ремонта. Ну что ж, дальше все покажу наглядно. Вот таким вот образом наносим герметик. И в дальнейшем я просто разровняю его пальцами. Тонким слоем, много здесь не нужно. Вот таким вот образом я ровным слоем разравниваю герметик по сальнику. И устанавливаю сальник обратно, заподлицо. Важный момент. Когда наш автомобиль будет собран, когда коробка будет одета, герметик уже полимеризуется и будет надежно фиксировать сальник. И вот так вот очень-очень аккуратно я помещаю сальник заподлицо. Я не советую вколачивать сальник глубоко. Его достаточно посадить заподлицо с корпусом двигателя. И тем более не рекомендую вообще как-то на него воздействовать. Вы видели сами, что пусть и в натяг, но он сел даже пальцами. Я смог его посадить. Ничего в этом страшного нет. Теперь моя задача заменить подшипник первичного вала. Выпрессовываем подшипник первичного вала на прессе выколоткой соответствующего диаметра. Сам подшипник, вот прям слышу, что подстукивает уже такой подизношенный. Поэтому правильно и логично его заменить. Новый подшипник не требует смазки. Он закрытый. И вот если обратите внимание, вот он работает совершенно тихо. Вот вращаю рядом. А старый подшипник, вот слушайте. Поэтому разница очевидна. Вроде бы мелочь, но мелочь важная. Устанавливаем подшипник, нашу втулку и ровно запрессовываем. Время заняться самой коробкой. Ну, во-первых, отворачиваем и снимаем рычаг механизма переключения передач. Вот я его здесь ослабил. И при необходимости вот сюда несколько легких ударов монтажечкой позволяют разжать рычаг. Важный момент. При сборке нужно будет обратить внимание на специальную метку. Вот здесь точка. Ее нужно будет совместить вот с этой риской. Впрочем, я вам покажу, как это делается. Важно осмотреть рычаг. Иногда бывает так, что он начинает гнуться, ослабевает. И вот в этом месте появляются трещины. При необходимости рычаг нужно будет заменить новым. Вот теперь мы можем заменить выжимной подшипник. Подаем вверх. И вот выводим, аккуратно снимаем. Выжимной подшипник оригинальный. Стоял с завода. Уже покрыт коррозией. И вот видите, он люфтит. И довольно гулко работает. Давайте послушаем и сравним с новым. Вот новый выжимной подшипник Триали. Можете слышать, что он совершенно не люфтит. И работает очень плавно. То есть выработки у него пока нет. Несколько слов о вилке. Вы можете видеть, что вот здесь вилка деформирована. Она выработалась. Причем выработалась неравномерно. Вот в этом месте она оставила две таких ямки в корпусе подшипника. И приработалась именно к этому подшипнику. Вот теперь, друзья, несколько слов о том, почему мы всегда рекомендуем при каждой замене сцепления менять вилку. Да если сказать честно, потому что в свое время наелись гарантийных случаев. Вилка, приработавшись к подшипнику, уже не способна работать качественно с новым подшипником. Вот с его ровными поверхностями здесь. И вилка начинает вибрировать. Она встает немножко с перекосом. С перекосом встает точно так же новый подшипник. И начинается вибрация, которая передается на педаль сцепления через трос. Разумеется, у водителя некомфортные ощущения. Разумеется, это не штатная работа узла сцепления. Именно в этой связи мы всегда настоятельно рекомендуем менять вилку. Что я сейчас и сделаю. Опять же, несколько важных замечаний. Вот у меня в руках новая вилка. Можете видеть, что у нее ровные хорошие кромки. Из особенностей. Первое. В новой вилке отсутствует вот этот вот фиксатор. Мне его нужно будет переставить со старой вилки. Аккуратно выбить и переставить в новую вилку. Момент второй. Тоже важный. Многие не знают, как извлекается вилка из коробки. Начинают самые вандальные способы предлагать. Вот здесь пилить ее болгаркой. Каким-то образом пытаются ее, соответственно, достать. Давайте покажу, как это делается. Вилка фиксируется вот здесь в коробке специальной бронзовой втулкой. И прикрыта небольшим сальником, который препятствует попаданию влаги внутрь колокола коробки. Имеется вот такое несложное, в принципе, приспособление, которое мы устанавливаем вот так вот на корпус вилки. И можем, нанося удары по вилке, выбить втулку наружу. Вот теперь мы видим, что отсюда вышел сальник. Что отсюда выходит понемногу бронзовая втулка. Вот я ее сейчас выбью до конца. И теперь мы можем извлечь, во-первых, саму втулку. Во-вторых, извлечь нашу приспособу. Ну и, в-третьих, извлечь саму вилку. Я, ребят, ну, я не набиваю себе цену, я знаю себе цену. Но я насмотрелся и в интернете, и на форумах насмотрелся таких жестких решений с этой вилкой. Сами видели, что опытом и крошечным приспособлением решается вопрос, ну, буквально за пару минут. Хорошо. Вот теперь мы берем... Вот, сравните вам вилки. Видите? Вот видите, выработка какая неравномерная? Вот это будет тарахтеть, вибрировать, дребезжать. Хорошо. Просто переставляю штифт фиксирующий. Тонкой-тонкой выколоткой выбиваем эту направляющую в заботливо подставленную ладонь Константина. Вот она она. Ребят, конечно, я бы изготовил эту направляющую из подручных средств. Есть похожие трубки, есть... Ну, зачем? Не теряйте, очень важная вещь. Точно так же, крайне аккуратно запрессовываем направляющую в новую вилку. Вот мы можем наблюдать направляющую снова на месте. Ну что ж, продолжаем. Важный момент, ребят. Несмотря на то, что подавляющее большинство фрикционных материалов сейчас производится без асбеста, я не советую продувать коробку компрессором. Многие любители, профессионалы иногда вот эту пыль тщательно удаляют компрессором, тем самым поднимая в воздух очень нехорошие вещи. Не дышите этой дрянью просто на всякий случай. Вдруг кто-то все-таки асбест добавляет. Нехорошая вещь. Ну, а я же собираю в обратной последовательности наш механизм. А вот саму ось, по которой ходит внутренняя поверхность выжимного подшипника, я обязательно чисто-начисто вытираю перед установкой. Вот на ней столько различного рода дряни. Для чего я это делаю? Сейчас поймете. Это опять же мелочи, из которых состоит авторемонт. Важные, действительно по-настоящему важные мелочи. Вот я вытер ось. И теперь я наношу на наш подшипник немного смазки. Синтетической смазки МС-1600. Вообще-то она для суппортов. Я же нанесу ее для того, чтобы она обеспечивала хорошее движение выжимного подшипника. Она не текучая, не боится высоких температур. И будет плавно двигаться наш выжимной подшипник по оси. Вот здесь. Понимаете, да? Вот таким вот образом. Это, кстати, еще один тест. В комплекте со многими сцеплениями, как я говорил, идет смазка. Специальная смазка для первичного вала. Вот. Я же использовал смазку МС-1600 для суппортов. Вот ВМП Авто. Это питерские ребята. Их продукцию мы используем и тестируем. Дорогие товарищи. Вот видите, бродяга в том числе будет использовать тормозную смазку в сцеплении. Посмотрим, как это отразится. Но я уверен, в принципе, что все будет нормально. Она достаточно густая. Она не боится высоких температур. Поэтому все должно быть нормально. Вот так вот вставляем вилку. Одеваем выжимной подшипник. Ну, заводим вот так вот сбоку. Все. Вот у нас все хорошо. Теперь задача. Поместить обратно втулку. Ее также очищаем. И теперь уже известным вам приспособлением мы утапливаем втулку в корпус коробки. Проворачивая время от времени. Вот таким вот образом. До упора. И теперь точно так же устанавливаем сальник. Я не маньяк в замене этого сальника. Нередко советуют, что, мол, давайте и сальник поменяем. Против ничего не имею. Но практика моя показывает, что этот сальник не изнашивается. Почти слишком маленькая на него нагрузка. Вот. Просто сажаем его обратно. Все. В коробку установлен новый выжимной. Новая вилка. Ось смазана. Направляющая со старой вилки переставлена. Все. Коробка готова. Важный момент. Если вы осмотрели коробку и увидели, что подтекают полуосевые сальники, хорошая возможность на снятой коробке их заменить. Это намного легче, чем делать это под автомобилем. Коробку мы пока оставляем. И начинаем собирать наше сцепление. Возвращаем на место маховик. Попадаем направляющий в ответную часть на коленвале. Вот таким вот образом. Вот так. Наживляем болты. Наживив маховик, мы протягиваем его динамометрическим ключом. Справедливости ради скажу, что, мужчины, момент 45 ньютон на метров я знаю руками. Но это мы меняем несколько сцеплений в день. И я и мастера этот момент знаем. Вам советую использовать динамометрический ключ. Вот, собственно, для чего я его и взял. Головка на 14. Выставляем 45 ньютон на метров. Фиксируем также маховик и протягиваем. Итак, мы отпускаем на волю наш динамометрический ключ. Проконтролировали до щелчка. Напомню, друзья, важный момент. Все детали больших размеров с множественным крепежом всегда затягиваются в несколько этапов. И самое главное, по диагонали. То есть даже когда мы затягивали по диагонали, всегда крестом тянутся все детали в несколько проходов. Еще важный момент. Основную протяжку мы не смогли этого снять, потому что Константин фиксировал маховик, а я протягивал динамикой. Вот как-то странно, да? Надо третьего оператора нам, наверное, как-то. Или мне помощника. В общем, ситуация в том, что протяжку я сделал основной трещоткой, а динамой только проверил момент затяжки. Потому что динамометрический инструмент не является рабочим. Это поверочный инструмент. И после каждого использования его нужно отпускать, ослаблять. И отправлять на хранение. И мне протягивают рабочие соединения. Ну что ж, друзья, вернемся к нашему комплекту Триали. Здесь есть важный момент. В обзоре я порадовался, что ребята вложили в комплект Центратор. Я Триали немножечко перехвалил. Объясню почему. Дело в том, что Центратор вложили, как я понял, универсальный. То есть который идет под большинство моделей. В чем особенность установки? Попробую пояснить. Смотрите. Сейчас мне нужно собрать диск сцепления вместе с корзиной и их зафиксировать. Для этих целей Центратор и служит. Обычно эта втулка нередко сделана из старого первичного вала, которая должна вставляться вот таким вот образом и фиксировать. Но этот Центратор, как я уже сказал, универсальный. Конечно же, использовать его в принципе можно, если сделать вот такую вот простую вещь. То есть если вот так заподлицо этот Центратор срезать, вот с этой стороны, где он для более тонких предназначен посадочных мест. Ну а сюда одеть головку мы подбирали, по-моему, на 30. По-моему, то ли на 30, то ли на 28. Мы подбирали эту головку. То есть она хорошо садится сюда, в потай, все нормально. И можно такую вещь собрать. Мне, ребята, это представляется все-таки достаточно хлопотной вещью. Хотя, может быть, в гараже на это имеет смысл заморочиться. Давайте покажу. Поэтому, ну, это, наверное, вот единственный минус, ребят, не зачет. По Центратору, Центратор универсалка. Дешевенький, простой, но лучше вообще, наверное, не клали. Смотрите, по факту мы используем специальный Центратор. Сейчас найду в наших ящиках. Мы используем вот такое приспособление. Разумеется, многоразовое. Разумеется, профессиональное. Давайте покажу, как работает. Вот. Работает очень просто. Центратор, по-моему, чей? Сейчас не вспомню. Ликота. Ликота, да, их Центратор. Одеваем вот так вот на конус. Центратор. Вот видите, диск? Толстой стороной одеваем внутрь. Вот эта сторона прижмется к маховику. Выравниваем вот так заподлицо. Вот так. И важный момент. Мы здесь затягиваем барашек. Он разжимается вот тут в оси. А конусом фиксируем корзину. Вот у меня собрана корзина. Собрана корзина. Очень быстро сделана. Очень просто сделана. Важный момент. Все-таки может люфтить немного диск относительно корзины. Поэтому смотрим по краям и выравниваем. Выравниваем. Видим, что корзина отцентрована относительно диска. Теперь ось нажимного и ведомного диска совпадает. Совпадает. Это очень-очень важно. Объясню почему. Дело в том, что сейчас мне предстоит одеть корзину на маховик. Зафиксировать болтами. Которые, кстати, есть у Триали в комплекте. И вот за это, между прочим, респект. Единственный производитель, который вкладывает крепеж. И вот, внимание. Если диск будет сдвинут относительно корзины, мне будет крайне сложно шлицами попасть вот в эти шлицы. И мне будет крайне сложно первичным валом попасть в подшипник первичного вала. Это, ну, представьте, ворочать коробку, стремясь попасть, когда все стоит наперекосяк. Вот задача центратора как раз совместить оси, на которых располагается корзина. Хорошо. Вскрываем новый крепеж. Вот такой сюда высыпаем. Смотрим. В комплекте шайбы Гровера обязательно используйте. Ребята, это важно. Это по-настоящему важно. Потому что если один из этих болтов открутится у вас, там размолотит все, что можно. Поэтому все одеваем. И для начала просто наживляем. У нас есть три отверстия. Вот это центральное для вот этого штифта. И два, которыми будут фиксироваться наша корзина, которыми будет фиксироваться. Все. Попросту наживляем. И дальше так же протягиваем по диагонали, а потом проверяем затяжку по динамике. Протягиваем по диагонали. Сейчас легко, хорошо идет крепеж. Теперь ослабляем наше приспособление. Вот вы можете сами видеть, что конус уже свободно болтается. Потому что корзина сжалась. Разжимаем. И просто извлекаем. Все. У нас диск плотно прижат к маховику. А корзина отцентрована относительно диска. Очень удобная штука. Если занимаетесь регулярно авторемонтом, крайне рекомендую универсальный центратор. Снова вооружившись динамометрическим ключом, я выставляю его на 38 ньютон метров. Дело в том, что именно такой момент затяжки болта ведомого диска и в этой связи мы сейчас будем протягивать его с таким моментом. Точно так же, как до этого делали с болтами коленвала. Правда, там момент чуть побольше был. Хорошо. Я вот так вот фиксирую монтажку, упираю ее в шлицы на венце маховика, а с другой стороны упираю в прилив на корпусе двигателя. И просто вот таким образом проверяю протяжечку. Вот из особенностей, что касается триалии, что мне интересно, видишь, они, похоже, закаливают лепестки отдельно, потому что вот тут такая красочка подгоревшая, да, и по бежалости прямо от металла видно закалка. Это хорошо, хотя выглядит вот неэстетично, честно говоря. Я возьму свет грозовых зорниц, шелест листвы, зимний густой лес. Я возьму этот большой и тяжелый агрегат. Я возьму. Ладно, друзья. Итак, перед вами механическая пятиступенчатая коробка переключения передач автомобиля Deo Matisse. Мне предстоит обратно ее поставить на наш автомобиль. Установлено сцепление. Втулки на месте. Две в коробке, одна стартера в коробке, одна в стартере. И, собственно, так. Хорошо. Константин, внимательно все снимай, чтобы мои уважаемые подписчики не пропустили ничего. Теперь главная задача, друзья. Смотрите, вот при установке нужно проявлять внимательность. Нужно следить, чтобы коса, патрубки охлаждения, стартер, троса отбора переключения КПП ни в коем случае не мешали нам, чтобы направляющие остались на месте. Поэтому сначала вот этот картер коробки подаем влево по ходу движения автомобиля. Ну и затем выравниваем нашу коробку по направляющим. Вот таким образом. Кроме того, обязательно нужно будет правым приводом, внутренним шрусом, попасть в наш сальник. Поэтому буквально потихоньку потихоньку я поднимаю коробку и расправляю все мешающие, скажем так, агрегаты. Моя задача отцентровать первичный вал относительно корзины и направить его в подшипник. Так, поближе. Так. Главное действовать аккуратно и последовательно. Так, минутку. Вот у меня как раз привод в отверстие. Завели и снова поднимаем. Смотрим, чтобы ничего не мешало, чтобы не мешали патрубки, чтобы не мешала коса, чтобы ничего не попадало между двигателем и КПП. Вот. Выравниваемся по вот этой шпильке. Выравниваемся по передней направляющей. И подаем коробку в направлении двигателя. все, вот теперь коробочка на месте. На месте коробочка. Фиксирую ее гайкой сразу. То есть, ребят, первым делом, когда коробка встала, пожалуйста, зафиксируйте вот этой гайкой между шрусом и стартером, которая находится. Это уже гарантия того, что она никуда не выпадет. Я уже зафиксировал передний болт, нижний. Сейчас зафиксировал гайкой. Поставил стремяночку, зафиксировал верхний болт. Ну и начинаю, собственно, протягивать. Ну что ж, друзья. Теперь коробка одета обратно. Она зафиксирована по кругу крепежом. Уже нет никакого риска, что она выпадет. Трансмиссионная стойка в принципе не нужна. И здесь позволю себе дать пару пояснений. Момент первый. Необходимо собрать все обратно, как было. Это порой бывает сложно. Но, если вы обратили внимание, я не повредил ни одного элемента. Даже пластмассовые пистоны и клипсы, которые держат косу и вставляются в различного рода кронштейны, я сохранил и приведу автомобиль в первозданное состояние. Это правило хорошего мастера. Момент второй. Важный момент. Действительно важный. Все резьбовые соединения, которые вы фиксируете в кузове, в агрегатах, везде, 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 в обязательном порядке, рекомендую обработать консистентной смазкой. Это может быть графитка, это может быть даже медная смазка. Но в любом случае все соединения рекомендую обработать. Это второй. Момент третий. На моем канале вы уже видели видео по замене трансмиссионного масла и видео по регулировке троса сцепления. Рекомендую, поскольку трос мы вынимали, рекомендую отрегулировать сцепление. Ну и немного про эксплуатацию нового сцепления. На первых порах не рекомендую его использовать агрессивно. Пожалуйста, передвигайтесь аккуратно, дайте сцеплению хорошенько приработаться, это серьезно увеличит срок его службы. Второй момент важный и серьезный. Возможно, что в течение нескольких дней после установки сцепление притрется и педаль может стать чуть-чуть ниже либо выше. Потребуется просто дополнительная регулировка сцепления и это самая обычная рядовая ситуация. Разумеется, в мир матизов это гарантийный случай, если вдруг вы заменили у нас сцепление и потом педаль стала чуть ниже, приезжайте, мы регулируем, это входит в пакет наших услуг. Момент четвертый. Вы обратили внимание, что я не просто заменил вот из этой коробочки, взял сцепление и поставил. Я, кроме этого, менял вилку, подшипник первичного вала, я менял сальник коленвала. И, поверьте мне, исходя из моего опыта, из опыта моих коллег, это сделано совершенно не зря. В любом случае, моя рекомендация, можете ей следовать, можете нет. Меняйте вот эти все вещи и всегда сцепление будет хорошо, надежно работать. Ну что ж, для тех, кто не будет менять сцепление самостоятельно, увидев, насколько это сложная замороченная работа и поедет в автосервис. После приемки автомобиля обязательно убедитесь в том, что не вибрирует педаль сцепления, не передается никаких вибраций, нет посторонних звуков при нажатии на педаль сцепления и отпускании педали сцепления. Автомобиль набирает скорость плавно, нет никаких рывков, провалов и тому подобных вещей. Это очень-очень важно. На самом деле, впору снимать отдельное видео о том, каких косяков можно допустить при установке сцепления. Их действительно много. И действительно много. И мы сталкивались с самыми различными, скажем так, решениями от коллег, как я это называю, наших партнеров. Как их еще назвать, Кость, вот чтобы гуманно и не обидно промолчать, да? Так вот. Глубокомысленно. Да, 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 да. От тех людей, о которых мы глубокомысленно молчим. Поэтому, ну, ремонт серьезный, доверяйте профессионалам. Что может быть? Смотрите, по сцеплению много видео в моем разделе нарочно не придумаешь. Ну, обо всем вроде бы сказал. Еще хочу сказать, что, ребят, я, конечно, постарался максимально полно раскрыть процесс замены сцепления. Но, уверяю вас, мне не удалось показать наглядно там до последнего. То есть, если бы я заморачивался на то, как, каким инструментом, с каким удлинителем, какой трещоткой, к какому болту подлезть, этот ролик был бы очень-очень-очень долгим. Вот. Поэтому обращайте внимание на мелочи. Вот. Ну, и, конечно же, на правах рекламы, ребята, вы все это, впрочем, знаете. Могу ответственно заявить. На вот этих самых подъемниках моими ребятами, мной, всеми-всеми-всеми, всей нашей командой меняется 2-3-4 сцепления в день. Ни в неделю, ни в месяц. 2-3 сцепления в день. Это, ну, как бы, самая обычная практика. Намного чаще больше. Вот. В этой связи мы даем на все гарантию. Мы знаем все самые-самые тонкости и нюансы, те самые моменты, которые отличают профессионалов от дилетантов. Ну, и, конечно, немаловажный момент. Мы делаем это очень-очень быстро. Вот. Я уверяю вас, что, наверное, по скорости и качеству замены сцепления Мир Матизов равных не имеет. Пожалуйста, если меня смотрят коллеги, автолюбители, бросаю челлендж, можем поспорить и поменять сцепление вашей командой, моей командой, посмотреть, кто это сделает лучше. Не скажу за другие автомобили. На Мир Матизов быстрее и лучше нас этого не делает абсолютно никто. Сознанием всех мелочей и с гарантией на свою работу. Не забывайте и такой момент, что весь расходник, комплекты сцепления на литровый, ноль восьмой, обычно нескольких видов у нас лежат прямо на складе, прямо в наличии. То есть, приехала машина, нередко бывает так, что мы за два часа меняем сцепление, автомобиль отпускаем. Для коммерции это очень важно, для курьерских служб, которые у нас обслуживаются. Да и просто для людей, согласитесь, приятно, когда машина не висит восемь часов на подъемнике и не ждет сутки необходимое запчасти, а когда есть все в наличии. В общем, ладно, братцы, у меня немножко получилась реклама, вот. Поэтому я буду заканчивать. Хочу, во-первых, сказать свое мнение по сцеплению Триали, которое устанавливал. За исключением универсального центратора, который положили для коллекции, скажем так, мне все понравилось. Установка простая, сцепление выполнено качественно, хорошо встает, хорошо. Как оно ведет себя в процессе эксплуатации? Что оно покажет нам, когда на бродяге я буду зажигать по городу, трогаться с буксом и устраивать подобные вещи? Сколько оно протянет? Вот этого я не знаю и не могу сказать вам сейчас. Наш эксперимент продолжается, мы продолжаем тестировать Триали, которым, конечно же, благодарны за предоставленные запчасти, но не сделаем никаких скидок по части жести и суровой эксплуатации их запчастей. Посмотрим, проверка в деле, это как раз то, для чего создавался наш бродяга. Вот этот проект. Ребята, всем вам огромный привет. На все вопросы, ну, постараемся, постараемся, конечно, ответить не могу обещать. Поэтому пишите, звоните. Не буду выпрашивать от вас поделиться видео, не буду выпрашивать от вас палец вверх, но буду рад, если вы это сделаете. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok